В ночь с 28 на 29 ноября вышло дополнение World of Warcraft Dragon's Flight. Девятый по счету аддон посвящен драконам. Основной новинкой стал континент Драконий острова, событие на котором происходит вокруг драконих стай. Игрокам предстоит изучать их культуру и расы континента, среди которых есть как новые, так и старые. Среди других нововведений, расы и класс Драктир, Пробудитель, а также полеты на драконах. Сразу после запуска Dragon's Flight, игроки столкнулись с традиционными многотысячными очередями, а также с брошенными профилями интерфейса. Однако главной неожиданностью для них стал неработающий транспорт, который должен был отправить игроков на Драконий острова. Одних он выбрасывал, другие вылетали по приезду на континент, а некоторые и вовсе не смогли дождаться дирижаблей. Близзард смогла подчинить транспорт лишь к утру. За первые часы в Dragon's Flight уже нашелся первый игрок, взявший 70 уровень. Им стал кореец Аделио на друиде в специализации баланс. На достижение у него ушло 2 часа 25 минут, а игроку помогали 4 приятеля. Они заранее выполняли задания, набранные в Штормграде, а после выхода дополнения сдали их и отправились на Драконий острова. Также, разумеется, не обошлось без различных усилений персонажа. На Твич дополнение стало наименее популярным за последние годы. Dragon Flight не удалось добраться до 1 миллиона зрителей. И это при том, что у стримеров была включена функция Drops с внутриигровыми наградами. В пике за игрой наблюдали около 800 тысяч человек, четверть из которых приходилось на стримеров Esmond Cloud и Short. Пока что игрокам доступны 6 групповых подземелий. Рубиновые Омуты Жизни, Берега Пробуждения, Лощинов Бурашкуров, Лазурное Хранилище, Наступление Клана Нокху, Ульдаман, Наследие Тира, Чертоги Насыщения и Академии Аллигатор. Первый рейд, хранилищий воплощение, откроется 13 декабря в Северной Америке и 14 декабря в Европе. В нем будет 8 боссов с финальной протодраконицей Раша Герд, Пожирательницей Бурь. Спустя неделю стартует рейдовая гонка в эпохальном режиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова